Наравне с мужчинами они стали определять ход истории, судьбы науки и умонастроения своего времени. 18 апреля 1906 года в Осло была вручена необычная Нобелевская премия – премия мира. Альфред Нобель учредил ее под влиянием своей бывшей помощницы и старинного друга Берте фон Зутнер. Она стала не только идейной вдохновительницей, но и обладательницей этой премии. Если бы не Берта, вполне возможно, что Нобелевскую премию еще многие годы вручали бы всего в четырех номинациях, а движение «За мир» и «Гуманизм» не получило бы международного признания. В 1876 году Берту Кински, разорившуюся аристократку, отлучили от должности гувернантки, за роман за братом ее воспитанниц, Артуром фон Зутнер. Лишенная и средств к существованию и любви, 30-летняя Берта покинула Вену. В газете она наткнулась на объявление. «Очень богатый культурный пожилой джентльмен, живущий в Париже, желает пригласить леди, свободно владеющую языками, в качестве секретаря». Откликнувшись на это предложение, Берта не предполагала, что ответ к согласиям придет так быстро. Неожиданно для себя молодая женщина оказалась в Париже. Она еще не знала, что эта встреча подарит ей друга и полезные связи на всю жизнь. Культурного пожилого джентльмена звали Альфред Нобель. Первыми странами, в которых пацифизм появился гораздо позже. Пацифистские организации создавались квакерами, протестантами, вдохновленными идеалами христианского гуманизма, веротерпимости и ненасилия. Среди выходцев из обеспеченных семей было принято финансировать организации, выступавшие против военной агрессии. Широко известной стала Присцилла Пикковер, дочь богатого кембриджского квакера. Она использовала полученное наследство для финансирования антивоенной пропаганды в Англии и в других европейских странах. Но зарождение женского движения «За мир» неизменно связывают с именем Берты фон Зутнер в девичестве Кински. Как выяснилось, почти во всем Нобеле Кински придерживались диаметрально противоположных взглядов. Но это совсем не помешало им найти общий язык и стать приятелями. Заметив, что ее работодатель питает к ней непросто дружескую симпатию, Берта призадумалась. И когда через 10 дней Нобель уехал в Стокгольм, а от любимого Артура пришло письмо, выбор стал очевиден. Кински продала одно из немногих оставшихся семейных украшений, чтобы купить билет на поезд до Вены. Но Белю она оставила записку со звенением. После тайного венчания Артур и Берта уехали в Грузию и поселились в небольшом особняке в Тифлисе. Там их застала русско-турецкая война 1877 года. Эта война впервые заставила баронессу задуматься о том, как бесчеловечны кровавые конфликты и насколько они способны перевернуть жизнь простого человека, далекого от политики. В 1886 году фон Зупнер решают временно перебраться в Париж. В Париже фон Зупнер впервые услышали о международном движении борцов за мир. В первую очередь их заинтересовала деятельность международного суда, занимавшегося мирным разрешением международных конфликтов. Эта информация совершенно потрясла меня, вспоминала впоследствии фон Зупнер. Она была уверена, что такая организация способна предотвращать войны, связывая народы взаимными обязательствами. В 1889 году выходит книга Берты фон Зупнер с говорящим названием «Долой оружие». Этот роман повествует о том, как война искалечила жизнь молодой женщины. В нем содержатся как философские рассуждения, так и жестокие батальные сцены. Книга произвела настоящий фурор в обществе и своей антивоенной направленностью, и тем фактом, что была написана женщиной. История, в том виде, как она преподается юношеству, внушает особенный энтузиазм к войне. Занимаясь этим предметом, ребенок рано привыкает думать, что война необходима для развития государства, что она – неизбежный закон природы. Выдержки из романа печатала пресса и цитировали ведущие политики на правительственных заседаниях. Из России пришло письмо от самого Льва Толстого, в котором он восхищался обличительной силой романа. Отныне баронесса фон Зутнер стала постоянной участницей мирных конгрессов и первой женщиной-пацифисткой, чьи слова общественность воспринимала всерьез. В 1891 году она основала первую пацифистскую организацию на родине – Австрийское общество мира. За это баронесса подверглась сильнейшей критике со стороны австрийской аристократии, которая окрестила Берту «изменницей». Не разделял и Дейфон Зутнер, и Альфред Нобель, известный к тому времени на весь мир как изобретатель взрывчатки. Он был убежден, что мощное оружие есть благо. Если таким оружием будут обладать все противники, им станет очевидно, что война бессмысленна. С точки зрения Берты существовал только один, гуманный способ достижения мира – от сердца к сердцу. Она верила, что люди могут отказаться от войн навсегда всего лишь силой разума и добра. В 1892 году баронесса фон Зутнер стала членом-учредителем Бернского бюро мира. Первым делом она написала письмо Нобелю с предложением принять участие в Первом международном конгрессе мира в Бернии, но ответа так и не получила. Каково же было удивление Берты, когда через несколько часов после начала конгресса ей передали визитную карточку, где было написано «Альфред Нобель». Через год Нобель написал фон Зутнер, что планирует выделить часть состояния для премии, которая будет присуждаться тем, чьи усилия могут способствовать достижению мира в Европе. Обязательно сделайте это. Прошу вас. Так была учреждена Нобелевская премия мира. В начале 20 века многие европейские правительства начали активно вооружаться, готовясь к неизбежной войне. Их осуждали социалисты, называя войну орудием капитализма. К ним примкнула и Берта фон Зутнер. На конференциях миролюбивых сил она зачастую оказывалась единственным делегатом женского пола. На всеобщем конгрессе мира в Глазго несколько его участников выступили за введение новых понятий – пацифист и пацифизм. Вот как описывает этот журнал «Мир посредством права». 12 сентября 1901 года на империале трамваев Глазго горячие друзья мира Гастон Мош, Эмиль Арно, Анреля Фонтен и другие, прибывшие в этот город для участия в 11-м всеобщем конгрессе мира, по дороге в зал заседания рассуждали о необходимости дать название своей доктрине. И слова «пацифизм» и «пацифист» выпорхнули, и с тех пор проложили себе дорогу по всему миру. А в 1905 году Берта получила Нобелевскую премию мира. В своей Нобелевской речи фон Зутнер говорила о варварстве любой войны, неизбежности моральной деградации, а также о необходимости создания международного третейского суда и арбитража для сохранения мира на земле. Многих шокировало, что женщины принимают такое активное участие в политике. Националисты даже пренебрежительно прозвали Берту фурией пацифизма. В 1913 году на очередном международном конгрессе мира в Гааге Берте присвоили звание генералиссимуса пацифистского движения. Через год Берта фон Зутнер не стала. К счастью для нее, она так и не дожила до начала Первой мировой войны. К счастью для нее, она так и не дожила до начала Первой мировой войны. США вступили в войну последними, и в этом большая заслуга американских активисток. В августе 1914 года в Нью-Йорке 15 тысяч женщин вышли на мирную демонстрацию. При этом они категорически отказались от поддержки мужчин. В том же году возникла женская партия за мир. В союзе с ней две европейские феминистки Розика Швиммер и Эмилиан Патрик Лоуренс организовали в Гааге международную конференцию женщин. Своей целью она ставила выработку принципов мирного соглашения между воюющими нациями. Хотя большинство правительств выступали против этой международной встречи, на нее прибыли 1136 делегаток из 12 стран. Они делали свою работу, несмотря на враждебные и издевательские комментарии прессы. Эти женщины, борцы за мир, писала газета «Ивнинг Стандарт», давно уже всем до смерти надоели. Главным результатом Конгресса стало принятие программы, которая сочетала в себе основные принципы мира с требованием равных избирательных прав для женщин. В 1919 году президент США Томас Уильсон использовал ряд выдвинутых на женской конференции положений в своих 14 пунктах, предложенных им в качестве основы мирного договора для всех воюющих стран. Первая мировая война вошла и в жизнь дочери великого русского писателя Александры Львовны Толстой. Для 30-летней Александры не стояло вопроса, идти на фронт или нет. Она знала, какое решение одобрил бы ее отец. Перед отъездом Саша так объяснила матери свой поступок. «Я не хочу сидеть сложа руки, беда общая». Она воспринимала войну как бесчеловечное явление и осознавала необходимость помощи солдатам, большинство из которых еще вчера были крестьянами. На фронте в качестве сестры милосердия Толстая провела три года. Она была награждена тремя георгиевскими медалями за личное мужество. В 1917 году она вернулась в Москву. Аполитичная Толстая несколько раз подвергалась арестам и была осуждена на три года лишения свободы. В итоге графиня просидела в тюрьме на Лубянке два месяца, а еще шесть провела в новоспасском лагере. В 1929 году Александру Толстую пригласили с лекциями об отце в Японию. Там она провела 20 месяцев. Когда ей пришло предписание явиться в советское консульство, возвращаться в Россию она отказалась. Своё нежелание Александра Львовна объяснила невозможностью продолжать работу отца на родине. Старые друзья помогли им перебраться в Америку. В 47 лет Толстой пришлось заново учиться жить. В чужой стране она делала то, чему учил ее отец. Вместе с помощниками она организовала ферму и стала заниматься сельским хозяйством. Лев Толстой всегда идеализировал патриархальный строй жизни и рассматривал развитие истории с точки зрения изначальных понятий нравственного и религиозного сознания человечества. В США она много выступала с лекциями об отце, изумляя американцев тезисом о непротивлении злу, насилии. В 1932 году в Женеве прошла международная конференция, на которой был поставлен вопрос о создании организации мира в Европе. Ее цель – с помощью пактов о ненападении объединить разные страны. Но, увы, этот проект не поддержали ведущие державы континента. В 30-е годы формировались взгляды всемирно известной шведки Альве Мюрдаль в девичестве Карлсона. Альва прослушала в университете курсы лекций по философии, социологии и психологии и вышла замуж за молодого экономиста Гуннара Мюрдаль. Вместе они разработали основные идеи социального обеспечения Швеции, многие из которых легли в основу шведской модели социализма. В 1934 году Гуннар и Альва издали книгу «Кризис в проблеме населения». Мюрдаль исследовали причины снижения рождаемости в Швеции и пришли к однозначному выводу – количество детей напрямую зависит от достатка семьи. Они предложили правительству страны комплекс мер по финансовому стимулированию молодых пар и поддержке многодетных семей со стороны государства. Эти меры должны были повысить рождаемость на 40%. В то же время авторы книги выступали против подростковой беременности и поэтому считали необходимым ввести в школах всеобщее половое воспитание и поставить киоски с бесплатными контрацептивами. Это было смелым заявлением для того времени. Так что неудивительно, что супруги Мюрдаль спровоцировали острые споры и стали объектом для критики, что, впрочем, не мешало им продолжать активно пропагандировать свои идеи. Образ домохозяйки они называли «паразитом, отжившим свой век». Альва была избрана председателем клуба деловых женщин Стокгольма и с энтузиазмом поддерживала феминистское движение. В то же время она настаивала на том, чтобы сохранить самое лучшее из старой семейной системы. Должен был остаться даже институт брака, но уже как система, основанная на любви, преданности и участии в совместном воспитании детей. Уже тогда прозвучало предложение предоставлять отпуск по уходу за детьми не только женщинам, но и мужчинам. Функции по воспитанию детей Мюрдаль перекладывали на государство. Это, как и программы по выплате пособий матерям и детям, усиливало экономическую независимость женщины от мужчины. Отныне она из домохозяйки, целиком зависящей от мужа, превращалась в его товарища и коллегу. Старые идеалы должны умереть вместе с поколением, которое их придерживается. Потому что новое поколение с более гибкими жизненными ценностями сможет лучше ориентироваться в измененных условиях. В Второй мировой войне все пацифистские организации фактически прекратили свое существование. Господствовало мнение, что с такой угрозой, как нацизм, без применения военной силы не справиться. На первый план вышли вопросы гуманного отношения к беженцам и военно-пленным. Хуже всего было положение советских солдат. СССР не подписал Женевскую конвенцию 1929 года и остался без помощи и контроля Международного Красного Креста. К тому же советские пленные подвергались репрессиям и после освобождения из концлагерей, но уже со стороны своего правительства. Надеяться они могли только на Толстовский фонд. Перед самым началом Второй мировой войны Александра Толстая организовала и возглавила Толстовский фонд помощи всем русским беженцам. Графиня привлекла к сотрудничеству Международный Красный Крест, Госдепартамент США, Всемирную организацию церквей. Толстовский фонд стал подлинным мостом надежды для более чем 500 тысяч человек, которых спасли от ужаса Второй мировой войны и политических преследований. Борьба за мир разгорелась с новой силой в послевоенный период. Мощным толчком к этому послужило появление атомной бомбы. Субтитры создавал DimaTorzok После столь масштабной войны мировому сообществу стало ясно, что ни Лига наций, ни международный арбитраж в Лозане, ни взаимные пакты о ненападении не в состоянии остановить милитаризированные государства. Была необходима принципиально новая структура, способная обеспечить мирное сосуществование народа. 24 октября 1945 года был утвержден Устав Организации Объединенных Наций. Фундаментальное недоверие между народами и отдельными людьми с исчезновением нацистов не исчезло. И не могло исчезнуть, поскольку опирается на колоссальный опыт и может к нему апеллировать. Ханна Арендт, еврейка по происхождению, была родом из Германии. Хотя ее обычно называют философом, сама Арендт считала себя политологом. Решение уехать из Германии она приняла летом 1933 года, спасаясь от национал-социализма. Однако нацисты настигли ее и в Париже. Арендт была арестована и провела несколько недель в концлагере Гюрс, но чудом смогла освободиться. Боясь новых арестов, она бежит в США. Здесь Ханна востребована как ученый-преподаватель. Ее серия лекций Америка и Европа вызвала огромный интерес. Муж убедил Арендт ближе познакомиться с трудами классиков марксизма. В результате, в 1951 году, она издала свою книгу «Истоки тоталитаризма», сделавшую Арендт всемирно известной. Нацизм, как и коммунизм, она называет тоталитарной идеологией. Такая идеология принимает одну из идей за аксиому и, пользуясь формальной логикой, делает всеобъемлющие выводы. Вместо сравнения этих выводов с действительностью, тоталитаризм подгоняет действительность под идеологию. Диалог с тоталитаризмом невозможен. Если диктатор может принять в расчет соображение о своей выгоде или личной безопасности, то вождь тоталитарного государства сам подчинен идее, и единственная его цель – подчинить этой идее весь мир. Не важно, что вожде относится к идеологии достаточно цинично. Главное, что она одна, и один вождь олицетворяет ее. Ужас состоит в том, что в этой машине убийства каждый тем или иным образом вынужденно занимает какое-то место, даже если он не работает непосредственно в лагерях смерти. Альва Мюрдаль всегда гордилась тем, что является представителем Швеции, нейтральной страны, которая строит социально ориентированное государство и к тому же отказалась от ядерного оружия. В 1961 году Мюрдаль стал специальным помощником министра иностранных дел по вопросам разоружения, в связи с чем ей пришлось глубоко изучить эту проблему. Она была назначена руководителем шведской делегации и на Женевской конференции ООН. На переговорах в Женеве Альва Мюрдаль возглавила группу неприсоединившихся стран, что позволило сформировать третью силу и оказать давление на сверхдержавы – США и СССР с целью принятия конкретных шагов по разоружению. 60-е годы прошлого века – расцвет пацифизма. Война США во Вьетнаме вызвала такой бурный всплеск недовольствования мирового сообщества, что движение хиппи провозгласило пацифизм своей религией, а не насильственный протест своей формой борьбы. Тогда родился и знаменитый лозунг хиппи – «Занимайтесь любовью, а не войной». Одним из лидеров движения была певица Джоан Байес. Свой первый акт гражданского неповиновения Джоан совершила в 16 лет. Она отказалась выйти из здания своей школы во время учебной тревоги при воздушном налете. В ответ на упреки учителей она заявила, что от взрыва атомной бомбы не убежишь. Вскоре Джоан познакомилась с учеником Махатмы Ганди по имени Айра Сандкерл. На многие годы он превратился в ее близкого друга и наставника. В 1963 году Джоан отказалась платить налоги американскому правительству. Она мотивировала свой поступок нежеланием поддерживать гонку вооружения. Зато доходами от концертной деятельности она финансировала институт по изучению проблем ненасилия. Свою самую знаменитую акцию Джоан Байес провела 22 июня 1972 года. С раннего утра на холме у Капитолия начали собираться тысячи людей. Возглавляла эту демонстрацию Джоан. Толпа пела песню Джона Леннона «Дайте миру шанс». Эта музыкальная композиция превратилась в гимн американского антивоенного движения. Поющие дети и женщины, взявшись за руки, раздвигались все шире и шире, пока Капитолий не оказался замкнутым живой цепью. Акция называлась «Кольцо вокруг Капитолия». Ее целью было потребовать от членов Конгресса не голосовать за финансирование войны во Вьетнаме. Джоан Байес называли Джанной Дарк антивоенного движения. Она была символом своего времени, когда одна рок-баллада могла повлиять на общество сильнее, чем речь генсека ООН. В январе 1973 года было подписано Парижское соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. Удивительно, но заключение мира сказалось пагубно на антивоенных организациях. Часть их прекратила свое существование, в других обострились внутренние разногласия. Шли поиски новых лозунгов, форм и методов борьбы. Становилось очевидным, что подобный мир – только передышка между войнами. Такой мир – усиленное производство вооружений, поиск новых видов оружия, постоянный рост расходов на военные цели и постоянная подготовка новых поколений к новым войнам. В таком мире на миллион военных долларов приходится только один мирный доллар. Такой мир служит войне. Его логический конец – гибель человечества от изощренного оружия, созданного в рамках очередной мирной передышки. Об этом писала Альва Мюрдаль в книге «Игра в разоружении». Она резко критиковала США и Советский Союз. По мнению Мюрдаль, обе сверхдержавы лишь имитировали процесс разоружения, тратя огромные деньги на военные расходы. Эти средства могли бы пойти на здравоохранение, жилищное строительство и образование, а не на разработку смертельного оружия. Новое качество борьбы за мир предполагает не просто борьбу против войны, а борьбу за новое гармоничное общество, которое может воспроизводить только мир, исключая вопрос войны из повестки человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пока понятие «вражда» будет санкционировано между людьми, до тех пор заповедь человека любия не сделается общепризнанной. А.Кулакова 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 А.Кулакова